Девушки отдыхают В призыве и заключается идея акции. В России в первый раз ее провели 4 года назад. Хабаровск инициативу подхватил, добавив к основной цели еще одну. Мир, мир интернета, он утратил добрые традиции живого общения. А нам так важно услышать друг друга, посмотреть друг другу в глаза, потому что сегодня библиотека для вас это демократичная, открытая площадка для интеллектуального, творческого и просто хорошего человеческого доброго общения. Библионочь собрала более 40 разных проектов без формата. От творческих мастерских до литературных квестингов. Из фондов по случаю праздника достали библиотечные богатства. Краткое землеописание Сибири 1871 года составлено военным, который путешествовал по Российской империи. А книга 1900 года была подготовлена для Парижской выставки, чтобы рассказать об азиатской части России. Можно заметить разницу. Хабаровск в 1871 году изображен еще как Хабаровка и подписан мелкими буквами. А в 1900 году это уже достаточно крупный город и написан крупными буквами. Имеет название уже Хабаровска. Следом за интеллектуальной площадкой следует творческая. Здесь и музыканты, и театралы, и танцоры. Программа этого концерта тоже составлена без ограничений. Поэтому угадать, кто выступит следующим, невозможно. За считанные секунды возникают импровизированные театральные подмостки. Актеры театра кукол внесли свой вклад в общую программу. Трогательную композицию двое. Это композиция о любви между мужчиной и женщиной, о разочаровании, о первой встрече, о том, как трудно прощать, как трудно любить в наше время. Далее следствие ведут настоящие знатоки. Работники библиотеки сообща придумали множество запутанных историй, поместив их, конечно же, в книги. Ключи к отгадкам кроются между строк. Нужно включить логику и попытаться следовать тем указаниям, которые здесь даны. Но интересно, что вопросы заданы не в прямом форме, они несколько спрятаны. То есть сначала нужно определить, что нужно найти. Разгадав книжные путаницы, читатели попадают в зал национального колорита. Здесь можно поучаствовать в китайской чайной церемонии, узнать рецепты осетинских блюд, а заодно и примерить народные костюмы. А мастер-класс по приготовлению нанайских блюд показывает Алла Гейкер. Сейчас она готовит талу. С двух сторон рыбу я обрезала. Обрезала все плавники и сзади спирить. А потом уже из-за ручки лесила шкуру. Вот таким образом. В этот пятничный вечер аншлаг во всех залах. До полуночи в библиотеке можно было делать все. Читать, петь, знакомиться, танцевать. Не грозило читателям только одно – уснуть за книгой. Надежда Лаврененко, Катерина Васильева, Николай Фарафонов. Вести Культура.